добрый день дорогие друзья пришло время нашему уроку ну и как всегда вначале некая пауза несколько секунд может быть до одной минуты чтобы убедиться что может быть это появится что есть интернет соединение и мы тогда начнем предметный разговор как всегда естественно я буду ориентироваться на недельную главу и плюс еще но некие размышления которые не совсем связаны с недельной главой мы в эту субботу мы читаем главу бешалах как раз истории исхода ну и самое главное это ширата ям песни моря мы переходим море и поем знаменитую песню ширата ям которая включена в утреннюю молитву пока нет ни никого и и и непонятно соединены мы или нет но по крайней мере реакции интернет на то что мы не соединены нет ну значит мы наверное соединены и начнем потихонечку разговор может быть потом люди присоединятся и будут как-то внимать сказанным и так я вот о чем хочу поговорить когда мы читаем тару то мы должны учитывать одну очень важную вещь как мне кажется мы должны понимать что человек за это время ну с момента дарования тары и до нашего дня ну мы так условно говорим что прошло примерно три с половиной тысячи лет да вот появляется первый человек добрый день у меня к вам просьба если будет не слышно или не видно вы как-то отреагируете чтобы я знал что или видно или слышно или не видно и не слышно значит если нет реакции я отношусь как будто бы видно и слышно я начал с того что когда мы читаем тару мы должны учитывать один очень важный момент что человек за эти три с половиной тысячи лет конечно же изменился конечно режиме изменился он стал другой однажды на занятиях меня спросили почему наша тара ну и вообще священное писание достаточно такая кровавая книга знаете очень много всевозможных историй об убийствах править и крови и прочее 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 на что я попытался вразумительно ответить что нельзя воспринимать эти книги на уровне или эти рассказы на уровне чистого сюжета там сложнее там описывается духовное состояние души и духовные процессы и очень многие выражения они скорее образные чем конкретные поэтому собственно вот помимо уровня сюжета должно быть толкование понимание и даже тайна то что называем партес это аббревиатура не слова шат ремес драж высот простое намек толкование и тайна и когда мы на этих разных уровнях рассматриваем тогда мы видим что да допустим убийство это не совсем убийство физическом мире или там обман коварство это не коварство физическом мире которое в нашей обыденной жизни вызывает только негативные отношения нечто другое и вот мне захотелось ответить себе по крайней мере а вот на какой вопрос насколько отличаемся мы сегодня мы сегодня люди от тех людей ну допустим вот момента исхода из египта то есть мы отступим на три с половиной тысячи лет назад и посмотрим насколько это вот люди изменились и главное в чем они изменились и вот как ни странно наша недельная глава и некоторые стихи из нашей недельной главы мне помогли это сделать вот я сейчас вам расскажу каким образом смотрите я вас отсылаю к шмот вот наша недельная глава бешалах и я сейчас считаю главу шестнадцатую да пасук восьмой глава шестнадцатая тет зайн стих восьмой хет и здесь написано вот что воемер мошэ и сказал мошэ батет ашем лахэм в то время как даст всевышний вам баэрэф басарли и холь вечером мясо для еды вэлехэм бабокер лесова и хлеб утром для насыщения вот такая вот нейтральная казалось бы реплика да стих нейтральный значит дает всевышний вам вечером мясо для еды и утром хлеб для насыщения меня здесь прелестила вот это вот выражение вот вечером дает вот это конкретное утром дает вот это вечером утром и я тут же естественно припомнил что все творение начинается с чего начинается с того что всякий раз что когда всевышний там что-то делает день за днем каждый эпизод заканчивается вот этой известной фразой и был вечер и было утро день такой-то и был вечер и было утро и был вечер и было утро всем нам известно что у евреев день начинается с вечера вот как вот ночь наступает звезды выступают вот у нас начало дня значит вечер это начало дня но исходя из того что творение так было и был вечер и было утро и так все длилось до потопа после потопа когда вот вода схлынула и но и со своей семьей вышел наружу всевышний заключает с ними новый союз и там есть такая фраза написано так что ну во первых он больше не пошлет эту радугу не устроит больше нет в радугу пошлет не устроит потоп не будет так издеваться над людьми и там сказано что а утро и вечер он не изменит то есть утро и вечер будут постоянно и наш комментатор нам объясняет что после потопа как раз вот система измерения система отношения к вот этому времени начинает быть системе утро вечер то есть до потопа они живут системе вечер утро а после потопа утро вечер и так по крайней мере для евреев длится до стояния у горы синай мы с вами прекрасно понимаем знаем это что праздник что вот стояние у горы синай мы отмечаем шестого сивана ну так вот высчитывается если вот просчитать то при прямо вот все вот первое число первого в рошхода шиван мы вот первого сивана мы приходим горе и там очень четко и ясно прослеживается сколько сколько раз мужа поднимается на гору и мы видим что именно шестого сивана мы становимся у горы синай дабы воспринять вот это вот божественное откровение дальше есть известная история с грехом золотого тельца когда мужа поднимается на гору и мы вот через некоторое время строим этот самый этого золотого тельца и нам объясняют наши комментаторы что почему вдруг вот евреи решили построить золотого тельца они так упорно настойчиво ожидали моше и почему они не дожди не дождались и там они нам объясняют так что они ошиблись в счете то есть он им сказал что он уходит на 40 дней и они как-то ошиблись вот у меня вопрос почему они ошиблись и талмуд отвечает на этот вопрос дело в том что муж должен был развернуть систему отсчета в обратную сторону то есть снова вечер утра то есть если первоначально было вечер-утро после потопа система стала утро-вечер тому же должен был развернуть систему в обратную сторону вечер-утро поскольку мы горе синай пошли в 10 часов утра 10 часов утра то есть день уже начался по принципу утро-вечер какие после потопа у всех было но мужа понимал что вот в момент вдарования тары все должно вернуться обратно поэтому а считать ни нужно было не с того момента как он поднялся на гору то есть он поднялся после 10 часов утра а нужно было начн黨 читать тогда когда этот день закончится чтобы целостность было то есть с вечера я уж не знаю предупредил он и хиле нет ну по крайней мере они то начали читать считай сколько он поднялся на гору здесь вот прямо с 10 часов утра а нужно было начать с того, как наступил вечер. Вот в этом была ошибка. И поэтому говорят, что Мушен на самом деле первый раз вообще считал, что дарование Тары было не шестого, а седьмого Сивана, потому что он добавил вот эти вот энное количество времени дня до вечера. Они, может быть, вышли, должны были быть и шестого, но он добавил это время, чтобы наступил вечер, и вот тогда четкий счет был бы, и это было уже седьмое Сивана. Поэтому первый раз у горы Синай мы стояли седьмого Сивана, а счет они как бы ввели в обратную сторону, и поэтому они ошиблись. То есть система вечер-утро возвращается. И был вечер, и было утро, день. В зависимости от, в отличие от того, что все остальные народы считают утро-вечер. Вот это я вспомнил, вот читая этот отрывок, потому что сказано, вечером он им давал мясо, и утром он им давал хлеб. Вот это вот меня заинтересовало. Значит, утром и вечером. Ну, мы еще будем соображать, что такое мясо и что такое хлеб. Чуть ниже, чуть ниже написано. Чуть-чуть ниже. Это та же глава, 16 глава, и стих здесь стих. А, нет-нет, это уже глава не 16, это глава 17. Нет, 16. 16 глава, точно. 16 глава, 11 стих. Вот мы читали, это 8 стих, а вот 11 стих, даже 12 стих. 12 стих. Там написано следующее. «Шамати этлунот бне Исраэль. Слушал я жалобы сынов Израиля». Написано. «Дабэра леэмор. Обратись к ним и скажи». Вот что должен сказать Муше. «В сумерках, при наступлении сумерек, ешьте мясо. У вабокер и утром. Тисбыу лахэм. Насыщайтесь от хлеба». Понятно. Вы будете знать, что я Господь, Бог ваш. Очень важный момент. Смотрите, здесь написано, что если мы в сумерках будем есть мясо, а утром будем есть хлеб, мы узнаем, кто такой Всевышний. Вот это вот мы запомним. Это очень важно. Значит, еще раз акцент. Он говорит о том, что вот первое. Всевышний вам даст баэры в басар, леихоль, и утром будет лехэм, и все будет замечательно. Чуть выше еще. Чуть выше. Назад. Тоже шестнадцатая глава, строчка шестая. Еще один момент. Там написано так. «Вайомер Мушеве Агарон Элькольбне Исраэль И говорили Мушей и Аарон ко всему Израилю. Эреф Веядатым Киашем Оцеетхем Вечер, и вы узнаете, что Всевышний вас вывел из земли египетской. Увокер и утра Ур Итем Эт Квот Ашем И вы увидите славу Господнюю». То есть, видите, сколько у нас утро-вечер, утро-вечер. Первое. Вечером вы узнаете, что он вас вывел из Египта, а утром вы увидите его славу. «Вечером вы будете есть мясо, утром хлеб для насыщения. И когда вечером будете есть мясо, а утром хлеб для насыщения, вы узнаете Всевышнего». Все это вместе. Это вот стихи из одного куска 16 главы. С 6 стиха и так далее. Теперь так. Я начал с того, что мне интересно. Как изменился человек? Что с ним стало за 3,5 тысячи лет? В какую сторону он изменился? Мы переходим в наше время. Сегодня утром и вечером мы должны читать «Шма Исраэль». Это знает каждый человек, соблюдающий более-менее, знает, что «Ложа севстава» и мы должны читать «Шма Исраэль». Это вот три отрывка из тары, которые нам заповедано читать утром. И мы читаем в утреннюю молитву «Шма Исраэль» и в вечернюю молитву читаем «Шма Исраэль». «Шма Исраэль» окружается благословение. Есть благословение до «Шма», потом идет «Шма Исраэль», потом благословение после «Шма». Так вот, что интересно, что я заметил. Когда мы утром читаем «Шма Исраэль» и мы заканчиваем читать «Шма Исраэль», и все знают, кто это читает, что последнее слово «Шма Исраэль» слово «Эмет». «Господь Бог наш истинный». Это последние слова третьего отрывка «Шма Исраэль». Какими словами начинается благословение после «Шма»? Потому что после «Шма» на самом деле вот уровень нашей праведности. Мы вот «Шма» прошли, вот эта точка нашей праведности. И вот исходя из этой точки, какое следующее слово мы произносим? Так вот, утром мы произносим слово «Ве Яциф», «Ве Нахон», «Ве Каям» и «устойчив», и «Нахон» ну, правильный, «Нахон» верный, устойчивый, верный, существующий. Устойчивый, верный, существующий. Это утром. А вечером мы читаем нечто другое. Как только мы заканчиваем слово «Шма», говорим «Эмет», следующее слово «Ве Эмуна Коль Зот». И вера все это. Вера все это. Теперь я хочу сделать вот что. Я хочу сравнить, что она говорится в нашей недельной главе, что будет вечером и утром. И вечером вы узнаете, что он вас вывел из Египта, а утром вы увидите его славу. Вечером узнаете, что именно он вывел, а утром увидите его славу. Что сегодня происходит? Вечером я всего лишь верю во все это, а утром я просто ощущаю, что я устойчив. Сравним. Если прежний человек вечером знал знания, ведь вечер – это тьма, вечер – это темнота, это сумерки наступают, тьма наступает. Казалось бы, понятно, что когда наступает тьма, и был вечер, и было утро, а тьма наступает, вряд ли ты что-то можешь знать. В лучшем случае, как теперь, ты можешь верить, что что-то существует. Верить. Ты не видишь, это темно, тьма. То раньше он знал, он во время тьмы, он обладал знанием того, что Всевышний вывел его из Египта. Теперь мы можем только в это верить, что мы не знаем. Утром тогда он видел благо Всевышнего, а сегодня мы всего лишь ощущаем, что более-менее устойчивы и верны. Яциф венахон. Вот вам разница. Тогда люди знали и видели, сегодня мы можем верить и ощущать устойчивость. Это большой прогресс, мне кажется. То есть люди достаточно сильно меняются. Я к чему? К тому, что когда сегодняшний человек читает Тару и пытается ее воспринять реально, вот конкретно, как там написано, это потому, что он утратил способность знать и утратил способность видеть Тиферет, великолепие Всевышнего. он утратил эту способность. Он может только верить и ощущать более-менее свою устойчивость. Знаете, ведь чем отличается система вечер-утро от системы утра-вечер, как мне кажется? Когда мы говорим вечер-утро и имеем в виду свет и тьму, конечно же, мы говорим о духовном свете и о духовной тьме. То есть, свет и тьма, которые были, которые соотносятся с первым днем творения, а не с четвертым. Свет и тьма четвертого дня творения, когда есть светил, это физический мир. Вот как раз физические свет и тьма, они связаны с тем, что утро и вечер. Ведь это утро и вечер нормально. Утро, человек начинает свою жизнь и к вечеру он заканчивает свою деятельность активную и переходит в пассивное состояние. То есть, система утро-вечер это система физического мира. Это четвертый день творения, это звезды, есть свет, есть тьма, есть день и есть ночь. А и был вечер, и было утро, это система освещения первого дня творения, там, где есть духовный свет и духовная тьма. То есть, вечер и утро это духовный отчет, а утро и вечер это физически реальный отчет. Как мне кажется, я вот так понимаю это. Таким образом, мы видим, что разница между тем и этим человеком колоссальная. Те люди, они знали о Всевышнем, знали о его деяниях, о том, что он нас вывел, они это просто знали. И они видели проявление его славы. Нынешний человек может только в это верить и ощущать, что он более-менее не шатается, он стоит устойчиво на земле и вот через это как бы считать, что Всевышний его поддерживает. Поскольку я не падаю, значит, видимо, там, ну, кто-то думает, что это вот собственные силы, что это он стоит, потому что он такой устойчивый. Ну, верующий человек верит, что его Всевышний держит. Ну, и дальше, конечно же, вот эта вот пища. Почему-то вечером мы едим мясо, а просто написано едим, едим, то есть некий процесс поедания мяса вечером, а утром мы хлеб, хлебом насыщаемся написано, насыщаемся. Вот, чтобы это понять, конечно же, я соотнесся со словами. Мясо – это басар, а хлеб – это лехем. Басар. На иврите есть такое слово бессора. Бессора – это передача некой информации. Бсорот – то вот, мы желаем друг другу, это хороших вестей. Басар, как ни странно, с одной стороны, это, конечно же, плоть, мясо, а с другой стороны, это информация, которую мы передаем друг другу. Это псорот. А лехем, лехем – от слова лохем, как ни странно. Лохем – это воин. А от этого идет слово милхама – война. Так вот, лехем, как ни связано, связано с состоянием воина и состоянием войны. Вот странно так, а может, не странно, если подумать. То есть, когда у нас лехем, он нас насыщает, то есть, война – это некая воин, я бы сказал, ну, не война, а воин, лохем – воин. Это, знаете, вот состояние готовности к действию, да, потому что для нас хайль, хайяль – это тот, кто дает клятву и действует и выполняет, идет до конца солдат, хайяль. Эшет хайль, мы говорим, то есть, жена праведная, она на самом деле действительно руководствуется вот убеждениями, а не какими-то частными интересными. Так вот, лехем, хлеб, он насыщает, он во главе угла всегда, он насыщает, потому что он символ очень активного, преданного действия, и человек идет до конца вплоть до того, что готов жизнь за это отдать, ну, как солдат. А бассар – это способ обмена информацией, это на самом деле общение. Так вот, как ни странно, утром, когда духовный свет есть, начинается вот эта вот битва, мелхама, а вечером, когда есть бассар, есть способ общения друг с другом. Так вот, общение, оно всего лишь процесс, оно никогда не насытит нас, а вот лехем насыщает, насыщает. И всегда вы будете видеть, что как только у нас бокер, там будет всегда утро, лехем, там будет хлеб, как только эреф, всегда будет бассар. И если вот вечернее общение и утреннее битва, так скажем, будут реализованы, тогда, как здесь сказано, ты узнаешь Бога. Как здесь написано, что узнаете, что я Господь. Если у вас будет, как здесь сказано, бейна арбаем лейхоль бассар, в сумерках будете есть мясо, а утром насытитесь от хлеба, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Смотрите, какая ни странно, при помощи поедания и приема пищи человек может узнать многое о Всевышнем. У нас это не очень совмещается, поскольку мы, наверное, считаем, что именно еда связана с наслаждением, знаете, и курица за столом, развалившись, поедает вкусную еду. То есть, это некая такая изнеженность этого действия. А где в этом Всевышний, я не знаю. Но смотрите, что говорят наши мудрецы. Они говорят так, что если во время храма, когда храм существовал, храмовая служба, жертвоприношение, они искупали наши грехи, то когда храма нет, наши грехи искупает наш стол. Наш стол, те явства, которые на нем лежат, искупают наши грехи. Насколько важно и ответственно правильно относиться к тому, что на моем столе, что я ем. Что я ем, наверное, и с кем я ем. Это тоже важно. С кем я разделяю пищу. И тут очень важно вспомнить, что законы Кашрута, которые ограничивают меня в еде, они, видимо, очень важны. Плюс благословение, которое я должен произносить до и после. Возьмем, на самом деле, хлеб, который насыщает. Он требует, после того, как я насытился, беркат Амазон, благословение после еды, достаточно длинная и серьезная молитва. И многих это смущает, и многие могут отказываться от трапезы, от хлеба, только потому, что после этого нужно долгую молитву читать, а времени некогда. Некогда, мы же спешим все время. Но как это интересно, что на самом деле через то, как человек ест, с кем он сидит за столом, какова его пища, как он ее благословляет до и после в этом Всевышнем, в этом поиск и нахождение Всевышнего. Потому что многие думают, что Всевышний – это какие-то непрерывные молитвы или какое-то мощное изучение чего-то. Ну, и там, наверное, есть. Но здесь явно Всевышний нам говорит, будете есть вечером это, утром насыщаться от этого и будете знать, что я Господь, Бог ваш. Конечно же, это и конкретно, но это и образно. Это и образно. Потому что мы говорили, басар, басар – плоть, мясо, псород – это вести, передача информации. «Лехем» – хлеб, с одной стороны, и «Лохем» – воин Милхама – война, с другой стороны. Вот я попытался немножечко коснуться этих стихов и поделиться своими размышлениями по поводу того, чем отличается человек в момент исхода из Египта с тем, кто сегодня живет здесь. Мы, конечно, коренным образом изменились. Мы не обладаем знанием о Всевышнем. Мы, тем более, конечно же, не видим его великолепия. Ну, может, кто-то и видит, на самом деле, конечно, я допускаю, но в большинстве своем люди не видят этого. Но есть у нас возможность верить и есть истолковывать всякое наше благополучие как поддержку свыше, то есть устойчивость. В этом, как бы, ну вот, может быть, преуспели. Вот о чем я с вами хотел поговорить. Не знаю, насколько это понятно и внятно получилось, но, по крайней мере, я вас сориентировал на определенные стихи. Я вам напоминаю, что это, значит, шмот, наша глава Бешалах. Начните читать с 16 главы и читайте 16 главы, 6 стих и далее. И далее, примерно, читайте до 12-13 стиха, он 12 стих, да, последний, с 6 по 12 стих, там как раз вот эта история утро-вечер, утро-вечер, мясо-хлеб, хлеб-мясо, и будете знать меня и помните, что система отчетов в самом начале была вечер-утро, и был вечер, и было утро, после потопа утро-вечер и угры Синайна меняется снова на вечер-утро, вечер-утро. И поэтому вечер-утро это свет божественный, а утро-вечер это свет земной, первого, четвертого дня творения. Ну, вот я вам так набросал это, смотрите, еще можете посмотреть, конечно же, вот Шма-Исраэль, чем начинается благословение утром, после Шма-Исраэль, утром, и чем оно начинается вечером, да, вечером оно начинается со слова вера, а утро оно начинается со слова устойчивость, ваяцит. Вот я вам набросал идеи, смотрите, думайте, да. Я сейчас посмотрю, есть ли какие-то вопросы лично ко мне, и тогда мы, да, видно, слышно, хорошо, здрасте, здрасте, всем, конечно, здрасте, всем шалом, можно вопрос, можно, конечно, а нужно ли было им вообще считать дни как таковые? Знаете, мне сложно сказать, нужно ли считать дни как таковые. Я знаю по себе, что если человеку предстоит нечто, ну, нечто очень важное, и он очень-очень этого ждет. Более того, это ожидание сопровождается каким-то страхом, то он считает, он считает. Насколько важно, насколько важно. Если осталось какое-то время, ему сказали, значит, через 40 дней это произойдет. Вот 40 дней осталось. Вот, ой, там, 39, 38, 37. Такой обратный отсчет, знаете, до старта, когда же мы стартанем. Поэтому, нужно ли было им считать? Может быть, и не нужно было, но человек ведь таков, он, когда чем-то очень заинтересован, и находится на эмоциональном таком подъеме, то тут сложно его остановить. Конечно, там, вторе он не считает. Это же, как бы, вот комментарии, мидраши говорят о том, что они сбились со счет. Это комментарии говорят, что они сбились. Может быть, они считали, может, не считали. Это мы так понимаем этот текст, что ошибка произошла из-за, вот, сбива этого счета. Это наше восприятие. Что было на самом деле, знает только тот, кто там присутствовал. Поэтому, я не знаю. Ну, душевно мы все там присутствовали, но, видимо, души нам об этом не рассказывают. Да, окей. Нужно слушаться и ждать. Вот эта покорность, ну, да, хороша, но, вы знаете, человек ведь такое существо, что, конечно, он может согласиться, я буду слушать и буду ждать, но мозги-то работают, все равно, никуда не деться. Понимаете, это как тот анекдот про, хороший анекдот, про сторожа в школе, знаете, который опустил бороду и был похож на Карла Маркса. И директор школы ему говорит, сбрей бороду, ты же ходишь по школе, ты дворник, все думают, что ты Карл Маркс. Он говорит, бороду-то я сбрею, а мысли куда девать? Понимаете, мысли-то никуда не денешь. Бороду можно сбить. Можно сказать, да, я жду, слушаю, но мысли же не деть. И они же эти скакуны, их же не остановить. Да, а может быть еда связана с жертвой? Конечно же, конечно же, она подобна жертве, подобна жертве. И даже сказано у пророков, стол с едой, за которыми не звучат слова из святых книг о Всевышнем, похож на жертвенники долопоклонников, так сказано. Значит, это жертвенник, это, конечно же, жертвенник. Конечно же. И потом, вы же поймите, что все жертвы поедались. Большинство. Ну, были жертвы, которые сжигались полностью. Но большинство жертв поедалось. И священники, и те, кто приносили, ели определенные части. То есть, еда, она была частью жертвоприношения. Это точно. Это точно. Так. Бастурма тоже басар. Может быть. Может быть, бастурма от слова басар. Я допускаю. Я допускаю. Окей. 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 Все. Все. Больше вопросов нет. Я вам всем желаю хорошей субботы. Ну, и, наверное, до следующей недели. Если все будет хорошо, мы обязательно с вами встретимся. Всего хорошего. Шаббат. Шалом. Шаббат. Шаббат.